так так мне нормально слышно на голос поставил короче рассказываю тактику всем мы будем бить по тактике зеркал то есть мы будем заходить во тьму на вторую фазу переводить коще 1 фаза как обычно вторая фаза мы будем переводить мы будем 2 фазу бить но переводить третью фазу мы будем тогда когда я скажу то есть мы будем на третьих лет в начало касса третьих лезвий во тьме переводить на третью фазу это нужно делать для того чтобы потом выходить удобно когда лезвий нету то есть у нас будет портал чуть-чуть слева от нас то есть лезвие заканчивается секунд 5 10 и нам нужно будет выходить в свет зергать и будет просто удобно портал не будет лезви нам ничего не будет мешать именно для этого нужно будет на второй фазе стопать дамаг для того чтобы на 3 перевести в нужный момент я Когда я скажу, что стопать дамаг, вы должны все стопнуть дамаг, и потом в начало каста лезвий 2% должно остаться до 50, и мы будем переводить. Потом, когда наступит третья фаза, мы будем бить дальше босса, никто в свет не выходит. Мы все заходим, кстати, на вторую фазу заходят все, и танки, и хилы, все 10 человек, мы в тему заходим, в свету никто не остается. Потом, когда наступит третья фаза, мы будем, а также оставаться все во тьме, понижать материальность до нуля. Когда будет 10% материальности, я отдам макрос на 15 секунд, и 15 секунд будет до нуля. По макросу будем выходить, танк будет выходить где-то на пятой секунде, когда будет остаться пять секунд. Весь рейд это на трех, на двух, пока прогрузитесь, пока выйдете, добежите. Босса, когда мы выйдем, не бить, пока 100%, пока макрос не закончится, пока ноль не стукнет, босса бить не будем в свету. Мне интересно, кто из вас лучше танчит, и кто вообще более одетый, Хреникс или Ардуни. Хреникс, спасибо, Катя, он, конечно, более одетый. Я все танчу. Значит, короче, Хреникс, ты будешь танчить свет на 100% материальности. Значит, так, хилы у нас Лилиндо, Эршам, и Нарзина, ДЦ, да, насколько я понимаю? Надо подсказать ДК, как прожимы отдавать, когда он вылетит, что там делает. Я сейчас все расскажу, просто я уже забыл, что рассказывать, давно рейлил Геру. Так, по бафам у нас Ринслер, Эндорфин, вы разберитесь, пожалуйста, кто из вас будет кричать на ХП, кто на АП. Белин, ты даешь каски всему рейду. То есть, ну, это, я думаю, очевидно. То есть, у нас должны быть все бафы, и на ХП, и на АП. У нас под милерейд заточен... Да, хорошо, у нас под милерейд заточен просто бафы, поэтому пристестуемся без своих бафов. Так, по диспеллам. Давай у нас кто-то будет диспелить. Вария, ты сможешь подиспелить? Все фазы. Так как мы будем одним рейдом... Окей, все, значит, ты варияд диспелли, чтобы нас Шамант, Хилы, короче, хилили танка, не роняли танков, и не отвлекались на диспеллы. Первую фазу тогда начинает Ардуино, и заходишь во тьму, и танчишь в тьму до конца боя. Ардуино, ты слышишь меня? Поставь плюс в чат, что ты вообще меня слушал, и понимаешь, о чем речь. Когда вы все уйдете зерпеть в свет, со мной Хилы останется или у меня... С тобой никто не останется. Ты останешься на нуле процентов. Босс практически бить не будет. Он там будет по два дамага, по одному бить. То есть, будет ноль процентов. Я не знаю, я просто спросил один... Да, смотри, я хочу сделать так, чтобы у нас ставка идет на ДПС. То есть, мы выходим в свет и просто максимально быстро зергаем. То есть, там до 20% материально стукнет, и босс должен упасть. Если не все будет хорошо. Да, смотри, ты должен просто сначала подхиливаться. У тебя есть удар смерти, у тебя есть захват рун, у тебя есть прожимы. Кровь вампира, незыблемость, ты все отдаешь по очереди. То есть, сначала ты просто можешь хилить с ударом смерти, с захватом рун, потом отдать прожим. Нет, отдать кровь вампира, потом захват рун, потом уже незыбку отдать. Я думаю, ты с там 40 секунд, 45, 50 должен прожить. Сначала можешь вообще не хилиться. Рассказываю, что делаем, когда мы выходим в свет. Что делаем? Хереникс, ты выходишь где-то на 5 секундах, на 4, сколько тебе нужно. Там будет падать метер. Тайминг я так рассчитал, он будет так, что ты выходишь в свет, и ты будет метер падать. Метер будет падать в босса, в самого. То есть, тебе нужно просто выйти и развернуть босса так, чтобы мы за тобой выходили через пару секунд, и мы уже не в морду смотрели его, а в пузо, понял? То есть, ты выходишь и разворчиваешь налево, понял его? Я понял, да. То есть, ты сразу отдаешь незыбку, сразу же. За тобой выходят хилы, максимально тебя хилят. То есть, ты дашь незыбку, после 10 секунд, то есть, потом заходим на 3 секундах мы, все выходим, играем Геру, дамажим босса. Я скажу дать Геру, Лина, дашь Геру, там, когда все выйдут, дашь Геру. Первая метка будет кидаться. Будем молиться на то, что нахил нас не нахила. Диспелли тварят всегда ее. У нас тут твары чаржатся, у меня спринт-кош, ШП могут, там, присты в тучку прыгнуть, ДК прожать, панцер. То есть, тут никто не должен задохнуть на первой метке, кроме шамана, я думаю. После того, где-то, когда мы выйдем, спустя 10 секунд, после того, как мы выйдем свет, ДЦ, ты кинешь зубы. Когда там будет незыбка заканчиваться, можешь ДК хренник сказать, когда незыбка у тебя закончится, чтобы ДЦ кинул зубы на тебя. После того, как зубы заканчиваются, Белин должен кинуть каплю. То есть, прожимки, то есть, дефы должны распределены быть так, чтобы максимально долго танк прожил под 100%, потом через 15 секунд стукнет 90%, и до 80 хотя бы он выжил. И мы там уже на 70% должны уже убить, в принципе, босса. В идеале. Ну, посмотрим, это нужно все смотреть. Как много у нас ДПСа будет. Я поставлю рыбу, ешьте рыбу. Пейте фласки, у кого есть. Ринсли, эндрофин, вы распределитесь. То есть, вы договорились, да, кто на хп, кто на апкричи. Постоянно режьте броню обязательно. Вой, ты зальешь там ману, когда надо будет, Линду, короче. Если ему нужна будет мана. Вроде я ничего не забыл. Просто когда-то у меня был запомненный текст, который я рассказывал уже по резке. Сейчас я уже забыл совсем. Может, что-то забыл, напомните мне. По бафам вроде все есть. По прожимам я сказал, которые нужно дефать танка. Ардуино заходит на первой фазе. На первой фазе Ардуино танча, заходишь во тьму, ставишь босса и крутишь. До конца боя, типа. Хреникс выходит по макросу. Да, макрос, но главное не забыть его, да. Все готовы? Пейте фласки, пожалуйста. Я поставлю на себя звезду. Будем за звездочкой двигаться. Так, на ап вы крикните, да, потом? Горм будет. Так, ну все. Если все готовы, поехали. На пол дай сначала. Я дам тебе на пол. Ну, так давно не рейлил, короче. Беги, валы, беги. Беги, валы, беги. Трэша тут нету, так что прожимки не оставляйте на трэш, можете сразу. Метер близко, возле босса побежали. Не стойте так близко возле босса. Под дыхание не лезьте. Я стою, вижу два деканя, одно истерия. Что за жадины? Отойдите дальше. Просто весь прожим провел без урода. Сам диспельнул. ДПС хороший у нас. Должно быть все отлично. Сейчас уже переведем. Так бы перевели бы уже. Я ж говорю, я первый секунд 10-15 вообще без ничего дома. Один процент до фазы. Никто не остается отнут в свету. Белин, вынеси метку куда-то до заспи, ну да. Заходи, танк. Заходим со стороны. Я криви, четко, ебаная мышь, гори ваду, блять. Бесука! Давайте вайпнемся. Да не, 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 не надо, не надо, не надо, не надо. Давай, давай, давай. Да не надо, сейчас как раз прочекаешь. Нам нужно, чтобы ДПС охватило на ставке на ДПС. Вечно сложно время прочекать, ебаная. Просто без одного ДД очень плохо. У меня мышку правый клик протупливает. Ты там хоть в нормальный шмот одел, не в ПТшном шмоте бьешь? Не, не, у меня сейчас танк на АДФРБ одет. Все, не расстраивайтесь, ничего страшного. Не надо дезморалиться. И хрена себе не расстраивайтесь, если бы я прожался, я бы сейчас Рисфлера прожал бы. Нечасто, мы сюда пришли не на время убивать, не на ачиву, не на шмот. Мы просто хотим зергнуть тьму. Ой, точнее, ничего. О, так скажи, все ради тюрьмы баджей. Все ради того, чтобы убить босса так, как никто не убивает. Пошли тогда сразу потом в норму, хуй теряться-то. Можно и норму зергнуть, нечасто. Да, на хрена норму-то зергать, блядь. Так почему нет? Так мне вот интерес просто зергнуть. Мне не интересно просто убить. Мне не нужен ни ачива, ни шмот, ничего. Мне интересно именно убить определенной тактикой, и все. Так как не делает никто. Блядь, все бы пропало. Дайте, у меня просто рыбы нет. Нужно наделать. У меня, блядь, правый флик протупливает, сука. Если бы у кого-то дайте мне, я могу поставить. Стоит мамонт, чинитесь. Берите реги, чинитесь кому надо, что мамонт стоит пока. Давайте бафы раздавайте, все здесь уже. Поставьте рыбу, если у кого-то есть. Че, никого нет рыбы, что ли? Стоит мне ногу от рейзера. Неплохо начали, ДПС хороший. Только не тупите. Повезло, не фортануло, пацанку успех ушел. А ты как вообще умер? Под боссом? Да у меня правый клик протупливает. И в итоге, когда пытаешься просто камеру поменять, он бывает дабл кликает. А ты там убери таунты всякие. Не-не-не, у меня таунты, у меня не боись. У меня фурики таунты так далеко стоят, что их невозможно протыкать без стойка. Это ж вар, у него все таунты стоят. Я понял. Че, ребят, реально ни у кого нет рыбы, что ли? Мы ж профи, какая рыба? Надо реально пол порыбачить, что ли, блядь. Ну понятно, всех просто своя рыба на силу. Я тоже, в принципе, так хожу варом. Ладно, давайте. Чек на пул. Принимайте готовность. Без рыбы, я думаю, справимся. Правда, минус ДПС. Все готовы. Заходите за линию. Иди танк на позицию. Я на тебя на пулю не переживаю. Начинай. Не бейте босса, не агрите. Пусть он нормально поставит. Отойдите подальше от босса. Тут фрейп большой очень. Двери отметка. Можешь просто назад, чтобы быстрее вернуться. Сейчас метер будет. Метер побежали. Не сдохните только там. Можете сразу подальше встать от босса. Это метер должен, до второго не должен дожить. Вот метка. ДПС мне нравится. ШП чуть меньше дамажит. Но у него, конечно, не под него рейд собран. По бафам. Нормально. Он у нас, в принципе, для меткости. Давайте 3% до фазы. Нажимайте. Прыжимки, кстати, на второй фазе не отдавайте на третьей. Оставьте их на буст, на зерк. То есть, когда мы выйдем. Веря отметка. Отбеги их просто подальше, куда-то за спину. Со стороны звездочки. Заходим, на эту сторону становимся. И потом тыкаем, чтобы вы под мордой не оказались. И назад отпрыгиваем. Вот так стоим в звезде. Вот сюда. Заходите, когда с правильной стороны не впритык тыкайте этот портал. Тогда вы никогда под мордой не окажетесь и не сдохнете. Бывает, что такое, что прям клиф проходит после того, как вы зашли во тьму и вы сдохли. Креникс метка просто за спину неси. Да, света метка пропадает. Фанцер там прожимай, тебе поможет. Сейчас будут лезвия, готовьтесь. Звездочки просто, двигайтесь. Бля, главное не забыть стопнуть дамаг. Я говорил. Когда я скажу стопнуть, стопайте. Это очень важно. Билин, метка, лезвие заканчивается. Заканчивается лезвие, не беги под мордой. Все, сейчас можете отдать пурсты, если есть, потом мне отдавать уже. Чтобы они откатились, короче, на зерк, на 100% материальности. Стопайте, дамаг, стопните, 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 стопните. Вот сейчас давайте, бейте. Хреникс метка, беги наперед. Переводите босса. Вот, хорошо, нормально. Мы должны переводить в первую половину каста лезвий. Тогда все отлично будет. Никто не выходит никуда, стоим все здесь. Во тьме. Прожимки не отдавайте. Залейте маны. Да, просто бьем, понижаем материальность. Залей линду ману. Залил. Ринслер метка. Не беги под морду, левее, возьми влево. Влево. Да, влево. Не надо под морду бежать. Не заливай нам наперед. Сейчас материальность понижается, ДПС падает. Не надо прожимки отдавать, оставьте их. Он все равно ничего не дает. Мы сейчас просто понижаем материальность. Нам не нужно сейчас дамажить. Просто держим примерно на уровне ниже 50% босса. Вот, метка, лезвие заканчивается. Назад. Так, сейчас бы не забыть макрос дать на 10%. Все пока хорошо. Не забывайте прожимки, которые я вам сказал дать, когда выйдем свет. И танк выходит на пятой секунде, рейд выходит на третьей, когда я скажу, за звездой будем двигаться. Всегда смотрите, где звезда, двигайте за звездой. Ринслер метка. Сейчас будет лезвие наперед, неси. Двигаемся. Двигаемся. Не стойте. Дал макрос на 15 секунд. Готовьте, сейчас лезвие заканчивается. Ринслер порезался лезвие. Ладно, пробуем без тебя. Да, мы, короче, поем. Покрути босса, покрути босса, двигаемся за звездой. Покрути босса туда. Выходим. Короче, неудобно, надо было, у нас слишком много ДПС. Давай Геру. Геру дай. Или дал уже. Вот. Первую метку она должна захилить чуть-чуть сильно. Давай зубы. Давай зубы, ДЦ. Попробуем без Ринслера. Каплю потом паладин, как зубы закончатся. Дядя, дядя, скринь, он нихуево даманит. Давай каплю. Метеор, побежали на ту сторону. Бежим на ту сторону, добиваем босса уже. 10% осталось. ДПС хороший. Главное, они сдохнут сейчас. Процентов еще до сих пор много. 70% выйдите из лужи. Из лужи, прижмитесь, добивайте. Так, без пусты. Бля, меня отрезало, блядь. Я прожил. Добиваем 3%. Добиваем, добиваем. Не очень красивый, конечно, зерк, потому что упал. А, сейчас пизжу эти наручи только, чтобы спиздить. Так, можешь забирать. Здесь лут никому не нужен, кроме тебя. Ну, если бы, конечно, эндорфин не сдох, мы его убили с первого трая. Спасибо тебе за достижение. В смысле, мы бы его и с первого убили бы. Да, ну, я просто хотел убить его максимально быстро. Вот, просто по красоте. Из-за этого я собирал такой рейд. Да забирай. Я их просто хотел забрать, чтобы забрать. Ринслер, ты, конечно, тоже нас подставил. Из-за тебя мы дольше били. Пришлось на метеоре перебегать. Ну, че, блин. Он залетел как лезвие. ДЦ, ты выходил в свет или остался с танком? Один, конечно. Выходил, да? Можно вторую, да. Мне просто интересно, за сколько мы убили босса? Сколько там, секунд сорок прошло? А, ща я тебе скажу. Не, ну, весь бой не скажу, как за весь. На самом деле, я чуть-чуть непривычки. Я, короче, вышел в свет. Я думал, мы вайпнем сейчас. И я просто там не дамажил так. Ну, типа, прошимки чуть позже дал. Ну, мы били Холиона 5, 4 минуты, 35 минуты. Да ладно, я все равно стримлю. Я потом по записи посмотрю. Даже 25. Я за секундой времени, мне потом будет видно. Но, я просто, ну, какая моя цель? Вот я еще потом, может, буду собирать когда-то, чтобы убить более качественно. Моя цель просто собрать максимально фоллов рейт, чтобы просто вот до метеора можно убить первого. Или хотя бы вот в метеор. То есть мы перебегали, там 10% оставалось у босса. Да, мы проебали. Смотри, вот ты поздно дал макрос. Это во-первых. Во-вторых, мы вышли. Мы секунд в 5 или 7 проебали. Нет, нет. Смотри, сейчас... Я вышел. В том, что мы, понял, мы в третью фазу перевели не на третьих лезвиях, а на вторых. Из-за этого был недокрут босса, видел? То есть портал был не возле нас. Потому что у нас большой силен ДПС, и мы уже на вторых лезвиях перевели, а нужно на третьих. То есть должны третьи лезвия во тьме быть, и уже в начале каста третьих лезвия... Пожалуйста, Билин. В начале каста третьих лезвий должен... должен быть переход на третью фазу, понял? Тогда у нас портал оказывается сразу за спиной. Очень просто все это решается. Встает рейд там, где начинает танк, а танк встает дальше, и все. Просто пулить в другой позиции. Будет нормально. Да, ну это... Да, ну ты понимаешь, каждый рейд разный. То есть для такого, конечно, сильного ДПСа, да, надо было... Можно было так сделать. Ты видел там плюхи? Сколько сейчас я посмотрю рекаунт? По 100 кам? Полоснуть 81 тысяча. Общий ДПС рейды 76 тысяч. Целка 25 лет можно убивать, потом ДПС. Ну как, вам понравился, Зерк? Чет, easy. Давно, да, мы вот не убивали с тобой. Ну 25 лет. Ну просто... Просто люди не хотят ходить, ну типа им оно не надо. Просто все дрочат на шмот, и типа неприкольно ходить просто... А, изверху уже давно не было, еще отхил. Он был easy. Ну, говорим... А, что был easy, когда отхила не было. А, отхил всегда был. И... Вот не надо. Отхил это... Это близлайк. Вот-то не было отхила. Одно время там было вон по 300 тысяч, что ли, хилился, а потом сделали... Да, у него был скопильный отхил. Ну вообще сейчас близлайк, он там хилится по 2% так и должно быть. Ну а до этого просто отхил цифрой был, и поэтому он убивался вообще на easy-бриге. На самом деле, это easy вот для нас, потому что сейчас собрались, в принципе, люди, которые там тактику задрочили, которые там все на автомате делают. Просто таких, как мы, не так уж много. Есть много людей, которые не особо освоены... Да, они по тактике убить не могут. Да, они по тактике убить не могут, потому что им сложно выносить метки, они там не умеют диспелить. Ну то есть, координация движений, скорость реакции, у всех разная. Очень много... То есть, большинство людей не такие вот, как мы, там, знаешь, которые... Ну это просто члены многодетных семей, так и скажи. Ну, на самом деле, не получилось убить так, как я хотел, потому что вы дохнете. Почему-то. Ринслер порезался на лезвиях, это ошибка, но, блин, тупо детская, я считаю. И, кстати, я видел момент был, когда я сказал, двигаемся за лезвием, и один я двигаюсь, а вы такие тупите, ршам стоит, кастует, и вы все в ршаме стоите, а потом, о, лезвие догоняет, она двигается, и вы чуть-чуть ли в себе сирот не порезался, потом начали догонять. Спасибо, ребят, удачи. Я тоже спасибо за рейд. Что делаем? Что делаем? Собираем еще одну? Норму стою? Можно норму, можно теми же самыми чарами норму, но, блин, норма вообще неинтересна, потому что, если мы это так легко зергнули, то норма будет... Я не знаю, просто у меня таймер рассчитан просто на зерг, ну, типа, то есть, я знаю, как... Ой, точнее, под геру. А в обычке меньше хп, и там все быстрее, типа... В Дорме там вообще хален до первого метеоропада. Без фаз, без всяких. Таким рейдом. Ну, просто я знаю точно, что вот, когда ты переводишь первую... То есть, вот, на...